Это блюдо можно есть и на завтрак, и на обед, и в принципе тогда, когда вам вдруг захотелось. Родилось оно очень спонтанно, случайно, но знаете как, в голове у повара не бывает никаких случайностей. То есть берешь какие-то определенные продукты, в голове базовые техники складываешь, думаешь, в какой технике это будет все вкуснее, и происходит чудо. Так вот, значит, чудо было такое. Мы у Тимура, моего друга Соколова, на даче, тусим там некоторое время, там я и тандыр тестирую, и, в общем, всякие разные издевательства над продуктами происходят, но мы об этом не говорим. Утро наступило, значит, и мы такие, а что на завтрак приготовить? Яичница банальная, это банальная, все уже готовили, суп с утра. Ну, а жена его, Ксюша, значит, она там что-то строгает капусту, я смотрю. Я как раз ее сейчас и буду строгать так же, как и она, овощечисткой. Она, значит, овощечисткой там строгает капусту, она как-то так странная ее. Я уже попал на тот момент, когда, видимо, то ли часть была отрезанная, и овощечистка там еще модная какая-то, но она говорит, типа, я вот так вот всегда, так потоньше режется капуста, и она на борщ. Овощечистка была поболее, чем моя, такая-ка, с зубчиками. Как-то у нее это ловчее получалось, потому что мне, например, неудобно ей шинковать. Но идея в этом лайфхачная есть. То есть это можно нашинковать овощечисткой, и это прям классно получается. Она шинкует капусту. У меня со вчерашнего остался рис отварной. Значит, яйца, понятно, что всегда есть были и будут. Значит, я пока размышлял, натер томаты на терке для того, чтобы в борщ отправить в заправочку. Ну и, в общем, как бы у нас совместное творчество, и я в процессе вот создания, так скажем, шедевра. Шедевр был такой, значит, капусты вот этой будет достаточно пока что. Потому что я готовлю не на много порций, а буквально на парочку. Со вчерашнего дня у меня еще там оставались нарубленные чеснок и имбирь. Практиковал с воком. Ну а к воку, вы сами знаете, Chinese Kitchen подразумевает, что у тебя все время должно быть много нарубленного имбиря, чеснока, чили, перца. Значит, я имбирь мою, но не чищу, знаете, на большие вот такие вот всякие обжарки, пережарки. Знаете, тут все так обжаривается до такого цвета состояния, и потом в соусе протамливается, что нужно всего лишь помыть имбирь от грязи там или где он валялся, и в мелкую крошечку вот так вот порубить. Сначала сделать плоские, потом соломку, потом вот такой маленький-маленький кубик. Вот, соответственно, у меня был чеснок и имбирь, томаты были натертые для борща, капустка нашинкованная была для борща, и оставался рис. Я подумал, будем делать, ну, на кокосовое молоко не смотрите. Кокосовое молоко всегда есть у всех моих друзей, там, где я бываю, и все, знаете, как-то держат. Хранится долго, покупают 5-6 банок один раз, и потом хочешь том-ям сварить. Хочешь голени куриные в кокосовомолоке у меня есть на канале. Очень, кстати, классный рецепт, почему-то его недооценили, но все, кто приготовил, реально кайфанулись. Мне написали, мне в инстаграме очень много написали, типа, люди, и в комментах очень много, типа, классный рецепт, необычное сочетание. Но недоступный, видимо, особо продукт, такой, знаете, как бы мы его называем правильно? Вы уже написали, перо из совы, все. Ну, и вот, думаю, перья есть, чеснок и имбирь есть, лучок есть, яйца есть. Делаем. А, ну, рыбный соус. Кто же не любит рыбный соус? Эту вонючую дрянь, которая просто... А-а-а-а! Но это же очень вкусно, очень вкусно, когда вы ее смешиваете с разными ингредиентами. Так, в моем случае, тарелочка, смотрите, сюда два яйца, вместо вок у меня будет просто газ и обычная плита, у вас тоже, у кого есть вок, можно на воке это делать. Значит, два яйца сюда я выливаю, давайте, чтобы было всем понятно, просто рецепт оказался настолько вкусным, что одна неполная столовая ложка, граммов, наверное, тут 12, рыбного соуса. Соуса, тайского. Столовая ложка рыбного соуса, он для соли и для умами, для усиления вкуса. Доб-соль я не добавлял, ну, вернее, как, добавлял в процессе, но, знаете, не в яйца точно. Воняет, отвратительно. Как так можно было придумать такой соус? Так вот, для того, чтобы тут ничего с рыбным соусом не пахло, вот сюда мы столовую ложечку кокосового молока. Да? Которое нужно предварительно перемешать, перед тем, как лить. И, соответственно, раз-раз-раз-раз-раз, это все перемешиваем. Омлет. То есть обычный омлет. Вместо соли я добавил рыбный соус, вместо сливок или молока обычного добавил кокосовый. Перемешиваем. Все, получилась омлетная масса. Вот такая. Рис кубанский, я его люблю. Краснодарский, там, как его только они называют. Круглозерный, наш обычный российский рис. Я отварил его заранее, так как будто бы я сейчас нахожусь на даче у Тимура, и мы со вчерашнего дня там кормили-кормили, ели-ели, жарили-жарили рис, и вот он остался немножко. Все, соответственно, так скажем, симуляция оригинальная. Сковородочка нагревается. Быстро. Значит, томаты для борщевой заправки. Тихо, Ликса! Мы тут, видишь, про томаты рассказывали, а ты мешаешь мне. Томаты для борщевой заправки, как будто бы, все, вот они натерты. Щепотку соли сразу же сюда. Оп. Немножко растительного масла. Пару капель на свое усмотрение. Главное, ничего не должно там плавать. Теперь сюда отправляем капусту. Да? Слегка, значит, ждем. Масло вроде нагрелось. Отправляем капусту. Смотрите, капусты должно быть прям немного. Я даже вот многовато нашинковал. Я нашинковал на 2 омлета. Но вот на 1 омлет получается где-то примерно вот такая крупная щепотка. Ее мы отправляем вот сюда. Капусты много не кладите. Капусту, знаете, как бы слегка обжечь надо. Чтобы она немножко-немножко такими черными ресничками появились на ней такие черные полоски. Как только она тут частично уже обжарилась, сразу добавляем сюда весь чеснок. Ну и смотрите, по ощущениям, весь имбирь не надо, но так чайную ложку с горкой быстро все перемешиваем. Все, имбирь, чеснок. У меня запах. Чуточку добавляю сюда масла. На высокой температуре все делаю. Чуточку прям. И теперь пошел рис. Риса где-то 3 столовые ложки примерно. Много не надо. Чуть меньше огонек. Всегда следим, чтобы у нас все активно жарилось, но не горело. На масле рисок совершенно великолепно обжаривается. То есть, по сути, что мы сделали? Перемешали имбирь, чеснок, рис, капусту. Теперь щепотку соли, маленькую, совсем чуть-чуть. Распределяем рис как бы по сковородочке, волку там или где вы это все готовите. Силиконовая лопаточка, помните, да? Всегда помощник наш. Все, в один слой получилась вот такая вот плюшка. Сказал теперь и думаю, сейчас народ начнет стебаться. Плюшки там я про икру, про медовую вообще, блин. В общем, омлет выливаем на рис. И делаем огонь поменьше, 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 поменьше. Нетривиальный завтрак, да? Значит, что делаем с томатами? С томатами делаем вот что. Значит, капуста моя вся пойдет на борщ все-таки, видимо, сегодня. Значит, томаты я посолил, немножко можно оливкового, можно просто растительного масла. Если томаты стрёмные, можно сахару щепотку добавить, так будет вкуснее. Черный перец обязательно. Все, вот эта томатная жижка, она же ведь за нее можно и родину продать, да? Вы после салата помните. Да и вообще все жители России прекрасно помнят, что жижка от томата, это вообще самое вкусное. Все, вот больше там делать ничего не надо. Это вкусный томатный соус, который вы можете использовать не только сюда, но и в любые другие блюда. Значит, я пока что, значит, вот это все уберу. Ну и, соответственно, первый-то блин, так сказать, я приготовил своей жене, Ксении. Ну, а Тимур такой пришел, такой говорит, о, что-то вы тут едите. Я говорю, ты же завтракал недавно, ты же раньше у нас просыпаешься. А он такой, ранняя пташка. Он говорит, ну, я бы, может быть, тоже попробовал. Я отдаю Ксении, он пробует у нее, говорит, о, я 100% буду такой. Я жарю ему. Его, значит, Ксюша, тут пока мы на кухне с ней вместе, она такая, а что это у тебя такое? А может быть, я бы тоже поела, но приготовила бы сама себе. Я говорю, это круто всегда, когда смотришь уже я. В итоге я приготовил жене Тимуру себе, а Ксения, жена Тимура, приготовила сама себе. И в итоге мы этот рис весь доели, там остатки капусты все доели. В общем, смотрите. Вот тут пока что жижка такая, да? Прям мощная-мощная. Ну, в смысле, жидкая-жидкая. В ВОКе там немножко попроще в том смысле, что более глубокая сковорода получается. И при переворачивании не обрызгаешь никого. Я здесь побаиваюсь. Сейчас я немножко дам ей постоять, пусть она заварится. Еще прогреется, немножко застынет. Тогда переверну ее. Так переворачивайте рисовую субстанцию с яйцом. Все поломаете. Нужно переворачивать только сковородкой. Там с корейской капустой это была какой-то эпик фейл. Но это нам не помешало сделать вкусный рецепт, который, кстати, многие попробовали и написали, что супер. Вот это будет не менее вкусно. Так, ну что? Давай, да, да, готов. Ну давайте, ну чуть-чуть я фарту специально же надел. Думаю, мало ли вдруг что все-таки брызги. Опа! Перевернул. Эх! И даже не обрызгался. У-у-у! Но часть, да, слетела, я согласен. По аромату, конечно, это напоминает полностью тайский вкус. Но на самом деле, когда у вас на кухне много всяких разных прибамбасов, вы с легкостью воспроизводите то или иное блюдо. Потому что вы вот спрашиваете там, мол, типа, а где взять это, где взять то? Вы бы один раз заморочились. Вот смотрите, что получается. Если его аккуратно перевернул, да, то, ну, даже не надо тут мучиться, и у тебя получается такой рисовый блин. Он сам не пристает никакой сковородке. Я вот на воке готовлю, там же нет никакого покрытия. Соответственно, и вот теперь настал момент, когда мы берем томатное пюре, которое у меня случайно попалось. Это вот именно случайное блюдо, которое образовалось тут. И все, его вот сюда наливаем. Наливаем не везде, потому что, ну, либо его надо побольше делать, просто мне от борща не хотелось отрывать очень много. Да здесь, видите, я всего лишь сделал одну помидоринку, отправил, так сказать, вот на эту. Эх, дотянем, дотянем красную кайму. Вот смотрите, это не подача. Это просто, значит, подача, вот как я делал на завтрак там своей жене и своим друзьям. Красивая подача, мы уже поняли вместе с вами, что это отдельная тема. Поэтому я ее, скажем, сделал довольно просто. Но вот так это выглядит. Вот такой завтрак. Чтобы не было вопросов, как он выглядит с другой стороны, показываю. Вот так вот. Ну, как омлет. Он, конечно, визуально похож на пиццу-маргариту. Отламываем кусочек, обязательно с томатным соусом. И завтракаем. Ведь нетривиальных завтраков не так много. Знаете, когда приходит в голову там какая-то вот такая подобная интересная мысль, то я с радостью ею с вами делюсь. Приятного аппетита, друзья! Я пошел завтракать, а вы обязательно повторите этот рецепт. Ну и напишите, как получилось. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok